Столицу Заполярья посетили почти полтысячи спортсменов из 19 регионов России, чтобы выявить лучших бойцов. На соревнованиях по тайскому боксу побывала Екатерина Дементьева. Легкоатлетический манеж Мурманский принимает у себя в гостях более 400 спортсменов. Всё потому, что в стенах учреждения проходит одновременно два турнира – чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов 2023 года по тайскому боксу. От лица Федерации России хотят бы благотворить местные органы управления, а также ЦСП Мурманской области за великолепный шанс всем регионам из ЦФО и ССФО увидеть чудный город Мурманск, который, я думаю, они не скоро сами бы сюда приехали. Спортсмены из разных городов России высоко оценили уровень организации соревнований. На сегодняшний день мы только не вчера приехали, у нас до 23 были мероприятия организационные. Мы сегодня сейчас спрашиваем, пока всё нравится. Пока нареканий нет, но в дальнейшем посмотрим, как получится. Да, нам всё нравится, всё отлично. У вас очень просторная площадка, и даст Бог, она принесёт победы для нашей команды. Показывать мастерство в бою будут спортсмены разных категорий. Мужчины и женщины от 17 до 40 лет, юниоры и юниорки от 16 до 17 лет, а также юноши и девушки от 14 до 15 лет и от 12 до 13 лет. К слову, несмотря на суровость данного вида спорта, в зале можно заметить немало представительниц прекрасного пола. Если честно, я посмотрела один фильм, и мне тоже захотелось. Фильм по типу «Малышка на миллион», что-то такое. Ну и в седьмом классе я посмотрела этот фильм, и он очень понравился. Я попросила папу записать меня. Ну, изначально я попросила записать меня на бокс. Это папа видел, что на тайский. Такое, это же круче, интереснее. Там ноги, локти, колени, всё подряд. Девушки, как и парни, предпочитают долго и упорно тренироваться, чтобы забрать золото. Перед соревнованиями мы каждый день тренируемся. У нас усиленные тренировки. Мы отрабатываем то, что у нас не получается. Работаем на лапах. Да, усиленные тренировки, да. Тренировки начинают очень сильно отличаться. Ну, мы уже начинаем использовать другие упражнения. Ну, закачиваться мы, перестаём качаться, чтобы не забивать мышцы. И накручиваем темп, чтобы в бою было легче. Как говорится, тяжелое учение легко в бою. Соревнования в столице Заполярья продлятся до 18 февраля.